В Подмосковье заступил на боевое дежурство 5-й зенитно-ракетный полк, оснащенный новейшей российской системой, не имеющей аналогов в мире, комплексами С-400, Триумф и Панцирь-С. Боевые расчеты полка успешно провели стрельбы и сдали контрольные зачеты. И теперь они приступили к выполнению задач по предназначению. Особое внимание обращено на охрану и оборону воздушного пространства над столицей. С возложения венков к монументу павшим в годы Великой Отечественной войны жителям деревни Горки началось торжественное заступление на боевое дежурство 549-го краснознаменного зенитного ракетного полка. Память погибших почтили минуты молчания. Глава сельского поселения Александр Котов, обращаясь к солдатам и офицерам 5-й дивизии ПВО, которая дислоцируется в том числе и на территории Ленинского района, выразил уверенность в том, что мирное небо над столицей надежно защищено. Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» поступили на вооружение 5-й дивизии ПВО в 2007 году. Сейчас ими оснащены несколько подмосковных полков. «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения самолетов и ракет. Новая техника имеет значительно большие возможности по обнаружению воздушных целей, по их поражению. И противовоздушная оборона, и противоракетная оборона Москвы стала еще надежнее. Ритуал заступления на боевое дежурство для воинов зенитного полка – один из самых ответственных и в то же время памятных моментов в службе. Ему предшествовала длительная подготовка и напряженная ратная учеба. Предварительно экипажи комплекса С-400 прошли обучение и провели боевые стрельбы на полигоне Капустин-Яр. Личный состав боевых расчетов получил очень большой опыт при проведении начальных боевых стрельб. В данный момент вооружение и военно-техника передислоцировано в новый позиционный район, развернуто. И с сегодняшнего дня полк приступает к несению боевого дежурства. Главная задача зенитного ракетного полка – противовоздушная оборона Москвы и прикрытие объектов промышленности и энергетики, группировок вооруженных сил и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения. Мы готовы, как помните, Александр Невский. Кто на Россию с мечом придет, тот от меча и погибнет. Ну, сейчас немножко изменилась тенденция, значит, мировая. Поэтому я могу заверить так, что кто на Россию с воздуха прилетит, тот обратно не вернется. В ближайшее время новое вооружение получат еще два полка 5-й дивизии ПВО. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.